Добрый день, Дайан Гхонг Про М 3х3 Новая трешка от Дайана, бюджетная Я купил ее 1000 за полторы Версию 56 мм с Моглев Здесь можно видеть Core Magnetic плюс Моглев Есть версия Core Magnetic плюс Спринг, пружина У меня с Моглевом Самый крупный куб 56 мм Есть 54, 55 и вот 56 И это современная трешка За небольшие деньги На момент записи стоит еще дешевле 1373 рубля на Алиэкспресс Ну в российских магазинах наверное тоже есть Но я просто посмотрел именно тот лот, который купил я Бюджетный кубик Компактная симпатичная упаковочка Бумажки-бумажки Кубик И паровончик там внутри Или распененный кто-то там Мягкая штука Коробочка кстати красивая Продолжает линейка кухонгов Предыдущий вот этот Кухонг 4 Не ошибаюсь, я уже запутался Очень много даянов Но здесь красный логотипчик Моглев Магнитная крестовина И все хорошо Сразу посмотрим бумажки Здесь система настройки Настраивается только жесткость Магниты не настраиваются Здесь есть 5 положений Можно крутить прямо пальцем Если вы не поняли по-английски Можно по-китайски почитать И еще одна бумажка С красным логотипом не открывал Но подозреваю, что здесь Какой-нибудь Фридрих Ну да Вдруг кто-то подзабыл Кубик Хороший Отличный кубик Мне понравился Но первые впечатления Были не так радужные Постоянные зрители канала Знают, что на Скоростные головоломки Я сначала уделял Очень много времени на тестирование На трешке Это минимум 1000 сборок Да И я их сделал на Гухонг Проэм Первые сборки были Конечно Не такие радостные Как сейчас Вот этот центр Беленький Несколько раз у меня выпал Я уж подумал Ну что же За ерунду Сделала Даян Ну заодно Посмотрим Что внутри Колечко Можно вращать А сейчас у меня стоит На единичке И я Не менял Вот положение между единицей и шестеркой Меня устроило Выпала крышечка раза 4 Конкретно белая Ну наверное бракованная Вставил я 4 раза Обратно И больше не выпадало И 1000 сборок Без этого Прошла Успешно Все Больше проблем не было Не помню Возможно Один раз Флипнулся уголок Или это было на мегаминксе Точно сейчас не скажу Но проблем с флипом Тоже нет В той настройке Которая из коробки Магниты Скажу еще раз Не настраиваются Здесь только Настраивается жесткость Жесткость И она меня устроила Заводская Кубик Тихий Размер 56 Для меня В самый раз 55 Мне чуть маловато 55,5 Терпим Но такого не было 54 Это совсем Кого маленькие руки Кому так удобно Мне Понравился кубик Учитывая его Стоимость Я могу его рекомендовать Как Наверное Один из лучших Бюджетных кубов Потому что на нем Я собираю Примерно за то же время Что и на Торнадо В3 Пионер Вот он здесь стоит Ощущения Конечно Отличаются Что на этом кубике Что на другом Но Примерно Одинаковое время Был момент Когда мне оставалось Докрутить там Сборок 100 Я Сел Думаю Сниму на камеру Последние 50 Он так и увлекся Что на камеру Снял больше сотни И Не хотелось Останавливаться Пока просто Спина не затекла От неудобного положения Собираю я Примерно за 15-16 секунд Но на нем Естественно Можно и в два раза Быстрее собирать Еще расскажу Что кубик тихий Тихий Быстрый Хороший Кажется Поначалу легким Но спустя Пару сотен Сборок Он меняет Своё вращение В лучшую сторону Магниты Которые Не настраиваются На таком легком Кубике Очень хорошо Фиксирует Там потрясаю Дальше Давно Я не испытывал Таких приятных Ощущений От новой Головоломки Скоростной Хотя Не давно Было кое-что Еще Поинтересней Да Дружок Приехал Тоже хороший Ну про него Как-нибудь В другой раз В общем Дайян Порадовал Давайте Еще одну Сборочку Сделаем Все тут Хорошо Я только Собираю Не то Так Крест Втоял Не шумный Можно собирать Никому не мешать И Самого себя Не раздражать Просто Хочется Собирать И собирать Но Наверное Стоит Показать Внутреннее Строение Тут же Магнитная Крестовина Типа Как у RSTM Ball Core Такая же Но я Почему-то Опять Перемешал Значит Придется Еще раз Собрать Ну Кубик Который Хочется Вращать Его Можно Так Хритизовать Поэтому Если Вы ищете Какой-нибудь Не самый Дешевый Но Доступный Кубик В цене То Гухонг Проверм Это как раз То, что Нужно Не разбирал Но я думаю Он должен Разобраться Можно даже Сравнить С предыдущим Гухонгом Можно Посмотреть Внутри Если Видно Оранжевая Крестовина С магнитиками Надеюсь Что-то Видно И Вот Сами Элементы Вот Так Наверное Видно Лучше По Вращению Он Конечно Похож На Предыдущий Куб Но Понравился Мне Гораздо Больше Серебристая Наклейка Логотип Напечатан Поэтому Все Хорошо Где Белый Цвет Вот Это Печать Это Не Наклейка С Наклейками Происходит Потом Вот Так Вот Видны Края Пылится Задирается Со временем На Мегамиксе Лучше Видно Наклейки Это Не Очень Напечатано Это Хорошо И За Тысячу Сборок Ничего Не Стерлось Сравним Со Старым Гухонком Желто Синий Это Старый Желто Красный Это Новый Видно Слегка Отличаются Вот Основной Элемент Примерно Такой Ж А вот Ножка Изменилась Старый Новый Ну И уголки С зеленой Ножкой Старый С белой Ножкой Ну Вернее Это Не окрашенный Пластик Новый Разница Есть То есть Не копипаст В итоге Стоит ли Покупать Гухонк Провем Однозначно Да Так Кубик Вполне Достойный Стоит Недорого Стоит ли Покупать Моглев Ну Моглев Мне нравится Больше Разница Рублей В 100 Моглев И пружины Разница По цене Разных Размеров Отсутствует То есть 1373 Рубля Любой Размер Отличается По цене Только Пружинки И система Моглев Вот видно Как Уголок Цепляется К этому Шарику Дополнительной Магнетики Ну Вместе с тем Кубик Очень легкий В общем Кубик Отличный Кому Нравится Кому Нужен Новый Куб Недорогой Неган 14 15 16 Ну Отличный Вариант Еще раз Пробегусь По ценовым Категориям Самый Дешевый Самый Хороший Для первого Раза Кубик Мою Милонг 3М Отлично Подойдет Хотите Подороже Да в принципе На нем Можно и Становиться Даян Гухонг Про Ну а Из топовых Моделей Торнадо В3 Пионер Ну или Последний Ган Я его Крутил Хотя и не Покупал Тоже Ничего Ну Торнадо Еще Долго Останется Актуальным А так Даян Молодцы Мегамикс Буду Крутить А на Этом Все Всем Спасибо Всем Пока Субтитры 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 Субтитры